В понедельник на сайте президента Российской Федерации появилось обращение моей подзащитной Марины Александровны Шуляк. Я полагаю, что эпопея, начатая господином Марининым более чем два года назад, по выталкиванию всеми правдами и неправдами этого заказного дела в суд, благополучно завершилась. В этом не было бы, наверное, ничего страшного, поскольку подобные дела, как правило, в силу абсурдности предъявленного обвинения, в силу полного отсутствия каких бы то ни было доказательств по делу, не имеют судебной перспективы. Более того, интерес к этому делу предопределен не только абсурдностью предъявленного моей подзащитной обвинения, а также нелепостью допущенных следователям процессуальных нарушений, которые, без сомнения, уже вошли в категорию процессуальных анекдотов, но и особой личностью нашего потерпевшего, который неплохо известен в определенных социальных кругах города Саратов. Чего только на самом деле нет в этом уголовном деле. От незаконного прослушивания телефонных переговоров юридических лиц при полном отсутствии в деле каких бы то ни было оправдательных документов в виде постановлений судов, дающих право на проведение этих оперативно-технических мероприятий. До предъявления отобрания, точнее, у моей подзащитной, подписки о неразглашении данных предварительного расследования в тот период времени, когда Шуляк находился уже в статусе обвиняемой. Но чтобы вместо обвинительного заключения нарисовать обещанную нам следователем сказку, а он, собственно говоря, не скрывал никогда этих намерений и совершенно открыто в ходе допросов говорил о том, что мы вместо обвинительного заключения прочитаем сказку, ему пришлось выполнить колоссальную, колоссальную беру в кавычках, и работу тоже беру в кавычках, по фабрикации постановлений, в частности, постановления о назначении конкретной экспертизы, по письменному обращению к своему руководству, в котором он информировал о том, что между ним и прокуратурой разного уровня происходят непроцессуальные контакты, в ходе которых он уже, наконец, окончательно согласовал постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Но, в общем-то, все это не помогло, поскольку в итоге, в обвинительном заключении, мы находим только фразы «Неустановленные лица в неустановленное время, в неустановленном месте вступили в преступный сговор» и между собой распределили, ну, я так полагаю, неустановленные следствием роли. Осталась самой большой загадкой, а как, собственно, следователь все это установил? Если по делу нет ни одного неустановленного лица по факту, если Марина Александровна Шуляк категорически это отрицает, точно так же, как нет ни одного свидетеля по делу, который бы подтверждал факт события преступления. Я уже не говорю о том, что факт состава преступления в действиях моей подзащитной полностью опровергается всеми собранными следователям по делу доказательствами. Обвинительное заключение было подготовлено к концу сентября 2013 года и было передано в прокуратуру. Этого предшествовало очень интересное действие со стороны прокуратуры области. Изначально возбужденное уголовное дело находилось под процессуальным надзором прокуратуры Саратовской области. Но, очевидно, господин Аренин, явившийся основным инициатором и вдохновителем возбуждения подобного уголовного дела, сумел убедить должностных лиц прокуратуры Саратовской области, что в настоящий момент раскрывается преступление века. Но я думаю, что эта убежденность существовала у прокурорских работников недолго. По мере того, как возникало все больше и больше сомнений, не только в судебной перспективе данного расследования, но и в наличии самого события преступления, я так понимаю, что надзирать за подобным странным делом все меньше и меньше оставалось охоты у должностных лиц прокуратуры области. И в декабре 2012 года это дело было передано для осуществления процессуального надзора за предварительным следствием в прокуратуру Октябрьского района. Так вот, в конце сентября оно поступило прокурору Октябрьского района. 3 октября постановлением прокурора оно было возвращено на дополнительное расследование, причем в постановлении были указаны совершенно убийственные для следователя вещи с точки зрения его, будем так говорить, профессиональной квалификации и работы за почти два года предшествующие направления делу прокурора. Там было указано, что квалифицирующий признак в виде совершения преступления по предварительному сговору группы и лиц строится на предположениях. Там говорилось о том, что фактически нет никаких доказательств, позволяющих бы совершенно четко определить сумму причиненного ущерба. Там говорится о том, что в обвинительном заключении не представлены доказательства корыстного мотива самой Шуляк, без чего, как любой профессионал понимает, состав 159, не говоря уже о части 3, становится в принципе невозможным. И там говорится о том, что совокупность доказательств, которые представлены в обвинительном заключении, недостаточно для того, чтобы направить данное дело в суд. Иными словами, у прокурора содержался в подтексте основной довод, который защита всегда берет на вооружение в таких случаях. Для того, чтобы человек мог квалифицированно защищаться, он должен понимать, четко понимать, в чем его обвиняют и какую совокупность доказательств ему приводят. Собственно говоря, это не какие-то там нереализуемые требования защиты, это то, что требует процессуальный закон. Прокурор возвращает дело. 2,5 месяца того недоразумения, которое можно назвать дополнительным расследованием, поскольку следователь вообще практически ничего не делал, и если бы я периодически не жаловалась на его бездействие в суд, то, наверное, он бы не делал еще достаточно долго, как раз до истечения срока, который ему продлили. Так вот, за этот период бездействия следователя, который именуется у нас процессуально дополнительным расследованием, произошло ровно ничего. Ровно ничего не добавилось к доказательственной базе. Не выполнено было ни одно указание, данное прокурором в постановлении о возвращении дела на дополнительное расследование. Единственным достижением следователя явилось то, что амнезия нашего замечательного потерпевшего еще более усугубилась. И на последнем своем допросе он окончательно запутался, сколько же у него было акций, права на которых якобы с помощью шуляк и неустановленный следствием группы лиц у него было похищено. Тем не менее, 31 декабря дело, попав к тому же самому прокурору, приобретает совершенно другое звучание. То же самое обвинительное заключение, в котором не было изменено практически ни одного слова и не было выполнено ни одного требования прокурора, было утверждено. Это вызвало недоумение, это вызвало возмущение, но тем не менее, процессуальную стадию мы перешли в совершенно другую. Дело попало в суд. 10 февраля по моему ходатайству, большому, объемному, мотивированному, суд, изучив обвинительное заключение, пришел к точно такому же выводу. И так же, как прокурор, первый раз, 3 октября, указав на отсутствие в обвинительном заключении всех необходимых, на несоответствие всем необходимым требованиям, указанным в статье 220 Уголовно-процессуального кодекса, в частности, в том числе и то, что квалифицирующий признак был построен на предположениях, со ссылкой на позицию Верховного суда, Европейского суда, вернул данное дело прокурору. Точнее, вынес постановление о возвращении. Это постановление сразу же было обжаловано потерпевшим в лице его адвоката. Адвокат – личность очень хорошо известная, уважаемая, и известная прежде всего тем, не только, кстати, в нашем регионе, как умело он работает со свидетелями. Этот уважаемый адвокат указал в своей жалобе, не привел точнее ни одного довода, который позволял бы опровергнуть то постановление, которое было вынесено судом. Но зато там была приведена абсолютно точная копия, собственно, вся его жалоба состояла из абсолютно точной копии обвинительного заключения мотивировочной части. Соблюдение интервалов, пропусков, орфографических ошибок, пунктуационных ошибок и особенностей. То есть, иными словами, было такое ощущение, что флешку от следователя вставили, флешку вставили в компьютер адвоката и распечатали то же самое обвинительное заключение, которому судья дал оценку. К моему изумлению, апелляционная инстанция Саратовского областного суда без особых мотивов, без указания каких-то мотивов и в основании, без опровержения конкретных доводов, содержащихся в постановлении о возвращении дела прокурора в постановлении судей первого инстанции, выносит определение об отмене данного постановления и направление дела на рассмотрение по существу. Но, в конце концов, в этом тоже не было бы ничего фатального, не было бы ничего страшного, если бы ни одна пикантная подробность. Вот этому определению, не говоря уже о том, что по непонятным мне причинам судья совершенно не стал затрагивать вопрос, очень подробно освещенный как в первоначальном постановлении прокурора от 3 октября, так и в последующем постановлении судьи от 10 февраля, касающейся квалифицирующего признака моей подзащитной, а именно совершения преступления по предварительному сговору группой лиц. В чем нас обвиняют? Это основное, это узловое. Суд первой инстанции подробно говорит, что здесь предположение и ничего не обосновано, в связи с этим возвращает дело прокурору. Апелляционная инстанция делает вид, что этого обстоятельства не замечает, и не замечает того, что именно это является грубым нарушением требований статьи 220. Апелляционная инстанция совершенно не замечает того, что в нарушении статьи 220 там не приведены доказательства, на которые ссылается защита. Тем не менее, дело идет по существу. Но самым главным, самым ключевым в данной ситуации является то, что этому определению сопутствовало постановление о вынесении частного постановления в отношении судьи. Если бы это было любое другое дело, в котором я выступала на стороне, могла бы выступать на стороне обвинения, на стороне защиты, как угодно, то, может быть, я и не придала бы этого значения. Учитывая, как алгоритм продвижения дела зеркалит по линии прокуратуры и по линии суда, у меня есть все основания считать, что подобное частное постановление в адрес судьи, точнее, вынесшего постановление о возвращении дела прокурора является серьезным предупреждением любому другому судье, который будет рассматривать дело по существу. Если в ситуации, когда 21 том набит без преувеличения процессуальной макулатурой, не имеющей отношения к предмету и сути доказывания, суд предупреждается о том, что судья, вынесший постановление о возврате дела прокурору, получает соответствующее взыскание, кто рискнет идти на оправдательный приговор. Оправдательный приговор – это у нас ЧП, как это ни странно, но на самом деле ЧП по нашему делу началось задолго до того момента, как дело попало в суд. И оно вообще не должно было бы попасть в суд, если бы все шло по закону, если бы не было странного отзеркаливания в какой-то момент, как по линии прокуратуры, так и по линии суда, от инстанций, вышестоящих. Почему так радикально меняется позиция? Вы знаете, вот тут вот стоит, наверное, порассуждать на тему, как и каким образом и кто оказывает или может оказывать какое-то воздействие всегда незаконное, всегда нарушающие принципы, основные принципы российского правосудия, да и любого правосудия, наверное, вообще. Вот когда я говорила по поводу частного постановления, я сразу хочу оговориться, упаси меня, Бог, вмешиваться во внутренние дела судебной системы в том случае, если они не касаются отправления правосудия. Вот мне кажется, что в данной ситуации эта позиция с частным постановлением касается отправления правосудия и может повлиять на конечный итог по рассмотрению дела, точнее, на объективность любого следующего состава суда. Вы знаете, вот в силу своей профессиональной деятельности я уже привыкла, что адвокат, он всегда находится в центре конфликта, неважно, кто в какие интересы здесь пересекаются и кто в какие конфликтные ситуации вступает. Мы всегда представляем ту или иную сторону. И поэтому всегда, всегда та или иная заинтересованная сторона изучает твои связи, твоих высокопоставленных родственников, с кем ты находился в контактах, или реально находишься, или придумают, с кем ты находишься. То есть вот этот вот клубок, который всегда сопутствует как шлейф любую конфликтную ситуацию, любое серьезное дело, это уже как бы для любого адвоката, наверное, привычная ситуация. Но дело Марины Шуляк в этом плане абсолютно уникальное. Вот в промежутке между судебными актами на одном из электронных сайтов города Саратова появилась совершенно замечательная, я даже не знаю, как ее назвать, ну картинка, наверное, потому что это что-то такое, состоящее из совершенно разных трудносовместимых частей, но тем не менее представленная как единое целое, ну и говоря каким-то профессиональным языком, охваченная единством умысла, да, если не содержание, то единством умысла. И вот я сейчас задам вопрос человеку, которому с момента возникновения у этого уголовного дела я никогда по принципиальным соображениям не обращалась. Наступлю на горло собственной песни. Господин Аренин, скажите мне, пожалуйста, а что это такое? Не знаете? Сделайте звонок другу, может быть, он вам объяснит, что это такое. Как это у вас называется на вашем профессиональном языке? Оперативная информация? Объясните мне, пожалуйста, непрофессионалу. Вы ее собирали или делали? Вот на мой взгляд, это просто ручная работа. По-другому не скажешь. Как можно изготавливать такое, я даже не спрашиваю. На кого оно должно повлиять, я тоже не спрашиваю. Я догадываюсь, какова цель изготовления, и на кого, предположительно, у изготовителей по их умыслу должно быть оказано воздействие. Мне только интересно, а как вот в такое, или что-то другое, или что-то похожее, что кочевало и будет кочевать, как сопутствующее нашему делу. Как во все это серьезные люди могут верить? И что нам еще ждать в качестве препятствий на пути к осуществлению правосудия? Я понимаю, что нам с Марией Александровной придется преодолеть еще массу препятствий. Но я хочу разочаровать всех заинтересованных. Мы не просто будем бороться. Я вас уверяю, мы еще и победим.